Всем привет! Меня действительно зовут Андрей. Я руковожу мобильной разработкой в призме. Вы наверняка можете знать нас по флагманскому приложению 2016 года. Мы были одними из таких пионеров в области машин-лёрнинга на мобиле. Еще до того, как даже Apple сделала какие-то свои решения, мы разрабатывали фреймворки для того, чтобы портировать нейронки с серваков, потому что это дорого на девайсы. Со временем наш лайнап продуктов расширился, но потребность в инференсе на девайсах меньше не стала. У нас довольно сложные компьютер-вижн-пайплайны, которые в себя включают порой даже несколько нейронных сетей. Мы делаем там и сегментационные какие-то сети, и ландмарки считаем на нейронках. У нас довольно большая потребность в этом внутри и существует уже давно. Мы делаем это с 2016 года, и на тот момент у нас был свой собственный фреймворк ПАИ. Он расшифровывается как Prisma Inference Engine, и обладал следующими характеристиками. Был написан C++, поддерживал Metal на iOS и OpenCL на Android. Внутри мы хранили какие-то модели в своем собственном формате, которые сами придумали, сами придумали, как его шифровать и защищать. И он был сильно заточен под задачи стайл-трансфера. То есть из-за того, что он разрабатывался прежде всего для флагманского приложения, там большая часть функционала была заточена именно под это. Это скорее его недостаток. Внутри iOS-ной имплементации ПАИ был Metal Performance Shaders. Это фреймворк, который сделала Apple для быстрого инференса нейронок. Он обладал особенностью отвратительного кода. Это были такие огромные полотны, и все нейронки нужно было писать довольно явно. Было большое количество сложно поддерживаемого кода. Плюс нужно было экспортировать веса в каком-то определенном формате. Это было довольно тяжело. В 2017 году Apple выпустила MPS CNN Graph. Это такая обертка над MPS CNN, которая призвана сделать проще построение мобильных сетей на iOS. Но этот фреймворк остался в тени, потому что на том же WWDC был показан CoreML, который стал любимцем публики. Он занял все внимание, все комьюнити портанулось на CoreML, вокруг него был большой хайп, и в принципе это, наверное, самое популярное сейчас решение для раннинга на мобильном устройстве. CoreML, когда выходил, он был такой себе. То есть он был сильно недоделанный, когда его выпустили. Он не поддерживал много фичей, которые нам были нужны. То есть там не было кастомных слоев, было какое-то ограниченное подмножество. Он не поддерживал 16-битные флотинг-поинты, например. Нельзя было скачивать модели с бэкэнда или как-то их шифровать. Их нужно было предзашивать в приложение. И не было поддержки, например, variable input, когда сеть может обрабатывать картинки разного размера. Но со временем все эти фичи появились, потому что CoreML team довольно сильно коммуницирует с командами, в том числе и с нашей, спрашивает, что им нужно. И даже на последних демках DubDub они приводили в пример, как CoreML можно применять для стайл-трансфера. И все это привело к тому, что мы запустили цикл деприкации в пользу CoreML. Мы отказываемся от своего legacy framework и будем переходить на CoreML в флагманском приложении. Но в 2017 году произошло еще одно интересное событие. ONNX, о котором мы уже рассказывали в предыдущем докладе. Это, правда, такой формат, который призван стать стандартом. Те, кто когда-нибудь взвескали какие-то гитхабы, знакомы с болью, когда тебе нужно конвертнуть модели стендерфлоу в кафе, оттуда еще куда-нибудь, по пути теряется качество, проседают результаты, часто какие-то конвертеры или давно не поддерживаются, или просто багованные. Это довольно тяжело. Поэтому компании Microsoft, Amazon и во главе с Facebook объединились, решили, а почему бы нам не представить свое какое-то видение, как хранить нейронки, так, чтобы для всех это было удобно и понятно. И как только ONNX вышел, мы как-то сразу начали взаимодействовать с этим форматом. Нам он сразу очень понравился, потому что он решал много наших внутренних проблем, связанных с болью. Мы написали свой собственный конвертер из ONNX в CoreML, который стал достаточно популярным. С нами связались Apple и Facebook, мы начали партнериться. Все это привело к тому, что этот конвертер переехал в официальный гитхаб ONNX. Там внутри есть наш копирайт. И теперь это такой главный способ портировать модели из ONNX в CoreML. Внутри себя ONNX — это портабуф. Наверняка вы многие знакомы с этим форматом. Это такой формат данных, который позволяет вам определить какую-то схему хранения и потом сгенерировать имплементацию под разные языки. Это позволяет вам использовать одни и те же данные кроссплатформенно. То есть на разных устройствах вы генерите код для разных платформ и используете его. И в том числе можно сгенерировать декларации портабуфа для свифта. У Apple на тот момент уже появился официальный компилятор портабуфа, который они говорят, что все еще в статусе бета, но на самом деле он работает достаточно неплохо. И то, что мы попробовали сделать, мы взяли, скачали их компилятор портабуфа и прогнали через него схему данных ONNX. И как бы стал вопрос, что с этим дальше делать. Потому что мы как бы запустили, это работает на девайсе, все круто, но непонятно, куда двигаться дальше. И тут мы вспомнили, что в 2017 году был показан нонграффреймворк, который по идеологическим таким сходствам очень близок к ONNX. То есть он тоже представляет внутри себя граф, который исполняется на GPU. И у нас были с одной стороны типы деклараций данных, которые мы получили с помощью портабуфа компилятора, и с другой этот фреймворк. И нам нужно было понять, как же соединить эти вещи. И так появился фреймворк, который мы назвали Smelter, что переводится как доминая печь, типа из ONNX в металл. Внутри себя эти декларации ONNX довольно простые. То есть там все input и output и слоев представлены строками. Operation type это тоже просто строка. Веса хранятся в обычных массивах. То есть все довольно просто. И мы написали ряд конверторов, которые мы поддерживаем внутри себя для наших собственных целей. То есть на текущий момент в этом фреймворке поддерживается то подножство слоев, которое нам нужно для продакшена. Но архитектура позволяет делать довольно многое. При этом мы поддерживаем и depthwise конволюшены, о которых рассказывали во втором докладе, и групп конволюшены. Мы поддерживаем фьюзинг бачнормов и relu в свертке. То есть в этом смысле вам не нужно париться по поводу ускорения нейронок. Мы делаем это все за вас. Само использование оно супер простое. Мы осознанно хотели, чтобы оно было близко к тому опыту, который представляет CoreML, когда вы можете запустить вашу нейронку в несколько строк, но при этом дать гибкость того, чтобы вы могли встраивать это в GPU-пайплайны. Основная проблема CoreML в том, что для того, чтобы вам прогнать инференс через него, вам нужно сделать остановку перед запуском, то есть с CPU на GPU передать данные. Там в blackbox что-то произойдет, и вам обратно это на CPU вернется. Для этого нужно делать две синхронизации. Для нас это очень дорого, потому что у нас комплексные GPU-пайплайны. В рамках отправления исследований мы можем делать несколько инференсов, плюс посередине есть какие-то кастомные кернелы или просто компьютер-вижн алгоритмы, и плюс мы делаем это все в реал-тайме. То есть там каждая миллисекунда, любой оверхед, это очень дорого. Поэтому наши графы, которые строятся через металл-н-граф, просто можно делать плагабл в common buffer. Наверное, не все понимают ценность этого, если вы не работаете конкретно с металлом, но важно, что это позволяет убрать оверхед от синхронизации. У нас это выглядит так, что у нас есть какая-то граф сетки, и потом мы добавляем какие-то вещи после него. Также решается, например, проблема кастомных слоев. То есть самый n-н-граф не поддерживает кастомные слои, но всегда можно распилить сетку, если у вас встречается кастомный слой в некоторых местах, дописать кастомный кернел и после этого запустить. Помимо оптимизации, которую мы делаем в рантайме, мы предлагаем еще как-то припроцессить граф. Для этого мы там суплаем… Андрей, извини, что я тебя перебиваю. Нам нужно сделать небольшую техническую деталь, чтобы… А мне продолжать или… Сейчас, пока не продолжай, я тебе скажу, когда продолжать. Все, теперь продолжай. Ага. Значит, часто вы хотите сделать какие-то оптимизации до того, когда же в принципе ваша модель окажется на устройстве. Прежде всего, например, конвенция хранения весов в метале отличается от того, общепринятой в диплёрнинг-фреймворках. И мы позволяем вам в рантайме затранспозить их. Но это как бы занимает некоторое время, может удлинить запуск приложения и так далее. Плюс мы поддерживаем уже упомянутый фьюзинг батч нормов и каких-то других оптимизаций. И поддерживаем перегон весов во floating point 16 для уменьшения веса модели и для ускорения инференса. Внутри фреймворка можно найти такой специальный скриптик, где вы передаете у NNX модель, которую хотите прогнать, куда ее положить выход, и какие-то опциональные опции, например, сделать ее в Fp16. Но это как бы абсолютно необязательно. То есть вы можете и сырой у NNX скармливать, просто это позволит вам выиграть еще какое-то время на старте, на холодном старте приложения или во время раннинга. Значит, из поддерживаемых платформ это все, что делает Apple, то есть это iOS, tvOS и macOS, все версии, на котором поддерживается Metal Performance Shaders. Плюс у нас есть кастомная утилита, которая призвана помочь R&D команде, когда вы можете загрузить на MPI Tensor, прогнать его через Metal Graph на компьютере и посмотреть, какой выход. Это уменьшает количество итераций согласования между продуктовой командой и R&D командой. Когда R&D отдает вам модель, вы должны проверить, корректно ли она работает. Это позволяет им проверить это на своей стороне и после этого убедиться, что она работает, передать вам уже точно готовую модель. Значит, если подводить итог сравнения, то у Smelter довольно простой IP, архитектура, которая позволяет вам дописывать конвертеры слоев, которых вам не хватает, супер прозрачный формат хранения данных, который общий между вашей продуктовой командой и R&D командой. Больше нет никаких конвертеров, не нужно поддерживать два формата, сверять, что у них расходятся выходы и так далее, и полное отсутствие оверхеда. У CoreML же, наверное, еще более простой IP, но там буквально уже на дну две строчки кода. Есть неоспоримое преимущество того, что внутри это Blackbox, который использует NPU, о нем чуть больше поговорим на современных телефонах. CoreML поддерживает квантизацию, мы пока нет, но это можно дописать. Это скорее такая недоделка, чем фатальный недостаток. И в CoreML есть нативная поддержка кастомных слоев, которые чуть удобнее делаются без распила графа, то есть там есть какие-то механизмы собственного дописания. Из минусов Smelter это то, что вот это вот различие в конвенции хранения весов, оно интродюсит дополнительное время на транспоузинг, но если вы припроцесите модели нашим скриптом, то этот достаток нивелируется, и кастомные слои имплементировать довольно неприятно, потому что приходится пилить модели. У CoreML для нас есть фатальные недостатки в том, что там есть оверхед на синхронизацию, то есть если вам нужно сделать что-то помимо инференса, то есть вы делаете не просто прогон нейронки и потом на CPU его как-то интерпретируете, а вы, например, скармливаете выход одной нейронки, другой нейронки или другому GPU-алгоритму, то вам обязательно хочется убрать вот эти точки синхронизации и делать это все за один проход. И вот CoreML такого не позволяет делать. У него проприетарный формат данных, который ведет к тому, что люди используют какие-то хаки, связанные с ним, например, прикомпилированные CoreML модели, которые там быстрее работают. Но он не backwards compatible, поэтому если вы делаете что-то, помимо того, что Apple разрешает, скорее всего, у вас это сломается в продакшене. Значит, бенчмарки. На холодном старте Smelter значительно быстрее CoreML. Это как бы даже в документации CoreML написано, что холодный старт, когда вы первый раз загружаете модель, он довольно долгий, он может занимать даже несколько секунд. На мобайлнете это, например, 3-4 секунды, то есть довольно долго. А Smelter всегда делает это за какое-то плюс-минус константное время. И это довольно маленькое время, потому что вам нужно все реализовать ONNX, который довольно быстро и хранится в бинарниках, и быстро его прогнать на GPU. Но если мы говорим про такой прогревочный inference, то тут уже примерно сравнимые показатели. Единственное, что тут нужно понимать, что в данные включено и CPU работа, и GPU работа. То есть это полный цикл. Если вы пишете ваши пайплайны так, что у вас процессор и видеокарта работают параллельно, то вы можете получать прирост до 20% за счет того, что часть подготовительной работы, которая строит GPU Graph, она делается параллельно с видеокартой. Но это все актуально для устройств, включая процессоры A11, то есть до iPhone X включительно. Когда мы говорим о самых последних iPhone XS, там несколько меняется на самом деле расклад сил, потому что внутри есть NPU, специальный hardware chip, который accelerated inference. Он не доступен разработчикам публично, он доступен только в рамках использования Core ML, это черный ящик тепла. И вот по разным тестам кто-то говорит, что Core ML в 10 раз быстрее металла, кто-то говорит, что на 20%. Из того, что мы могли заметить, прирост в среднем 40%, но он жутко неконстантный. То есть иногда модель может отрабатывать дольше, иногда меньше. Видимо, это связано с тем, что технология еще сыра, и, наверное, именно поэтому она недоступна в качестве публичного фреймворка. Мне всегда хотелось сделать в презентации слайд, что что-то available today. И вот мечты сбываются. Сегодня мы выложили этот фреймворк на GitHub. Вы можете зайти. Нужно понимать, что он в довольно экспериментальной стадии сейчас. То есть он покрывает все наши внутренние нужды, и все наши внутренние модели ранятся на нем. И мы довольны результатом. И, скорее всего, продолжим использовать его какое-то длительное время. Но есть высокая вероятность, что если вы запустите какую-то свою NNX-модель, она не заведется, потому что там какие-то слои, не написаны для них конвертеры, какие-то в принципе не поддерживаются металом. Ну, то есть вам придется, скорее всего, как-то законтрибьютить, если вы хотите это использовать. Значит, из-за того, что фреймворк ждет дальше, это, скорее всего, рано или поздно будет вот этот приватный фреймворк как в каком-то виде предоставленный разработчикам, который сейчас называется Neural Engine. Его можно в недрах Xcode найти. И он, возможно, позволит приблизиться к уровням перформанса от CoreML. Есть такой бенчмарк, который как бы нормирует результаты прогона CoreML по iPhone X, то есть вот там, где единичка, это уровень iPhone X, и вот видно, что все девайсы до этого как-то линейно к нему приближаются, а XS Max, он как бы просто улетает в космос. То есть верхнее значение по клейму этого бенчмарка это больше, чем в 10 раз быстрее. Ну, это, наверное, правда на каких-то нереалистичных сетках, где там, например, только свертки и активации, и больше ничего. На Real World сетках там не так все хорошо, и не такой большой буст, но тем не менее он присутствует. На этом все. Если есть какие-то вопросы, готов ответить. Спасибо, Андрей. Теперь время вопросов. Вопросы? Вопросы? Есть вопрос. Спасибо за доклад. Очень интересно. Можно микрофон ближе к карту? А что у вас с Android? Еще раз. А что у вас с Android? Слушай, на Android у нас сложная история. Мы используем много чего, не это. То есть там в основном из лидеров это Coffee 2 и Snap от Snapdragon. Это такие лидирующие наши подходы. Плюс там есть собственный движок у нас на OpenCL и OpenGL написанный. Но это исключительно такая iOS история, которая вообще в реальность пришла только потому, что вот ONNX и Metal NGraph очень похожи по структуре, и было легко написать конвертер. Спасибо. Есть еще вопросы? Кажется, что вопросов нет. А это значит, что наша секция подошла к концу. А нет, смотрите, есть вопрос. Привет. Вот ты показывал слайд, где было сравнение производительности айфонов. И там получается такая штука, то что айфон 7 плюс, он был чуть-чуть совсем производительнее, чем айфон 8 плюс. С чем это связано? Я тебе не могу сказать, потому что я не автор вот этого бенчмарка. Скорее всего, это связано с тем, что внутри Core ML есть такая штука, что у них есть динамическая логика по тому, где инфредит слои. То есть если они считают, что какой-то слой будет быстрее сделать на CPU, то они это перебрасывают на CPU, считают там. Если они думают, что это будет эффективнее делать на GPU, делают там. И из-за этого возникает какой-то дополнительный оверхед. И вот в айфоне 8 используется уже тоже такой же NPU, как в XS Max, но почему-то, по каким-то причинам прироста он не дает. И на самом деле истории такие нередкие. Например, в Huawei тоже есть целые партии телефонов, которые зашиплены с мертвым неиспользуемым процессором, потому что он не дал прироста. Он есть в телефоне физически, но не используется. Я думаю, что тут примерно такая же тема, что вот они в A11 попробовали, совершили какую-то ошибку, это не дало прирост, а стало там чуть медленнее или так же, и вот только в XS Max стало значительный прирост.